А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножатся в ведение. Значение фразы «бежать в горы» это означает ровно то, что ни в какие прямом смысле горы бежать не надо. Горы ваши – это ваша голова, ваши знания. Вот они. Затем я здесь. Поэтому я вам говорю, я глаз – время бежать в горы. Именно поэтому он мне открывает Библию по-особенному, чтобы вы уже понимали, в чем там дело, о чем там говорится. О битве ангелов и бесов. Не конкретно про самарянку, про ее кувшины, про ее пять мужей, а про то, что она уходила из церкви, приходила в церковь. Уходила – приходила, уходила – приходила, и в итоге так не уходилась. Будьте готовы. Библейский пророк Даниил ясно предсказал, что непосредственно перед концом мир будет свидетелем драматического умножения знаний. Те, кто вообще не знают Библию, и те, кто знают, но не понимают. Я пришел сюда за тем, чтобы научить вас не читать Библию, а знать. Не смотреть на нее, а в нее. То есть не видеть картину, а видеть код. По этой причине Отец Небесный через Дух Святого открыл мне много чего. Привет, друзья. Как при моем смысле продают валов, продавали и овец. А зачем тогда в Библии, объясните мне, писать про то, что Иисус, сделав бич, выгнал всех? А также овец и валов. Зачем такое уточнение? Вот кто-то может мне объяснить? И кого всех тогда он выгнал? Людей выгнал, а овец и также их. Хотя мог оставить. Вы об этом говорите мне? А вот я вам скажу, о чем тут говорится. И что означают эти овцы, эти валы, голуби и миновщики денег. Овцы это прихожане, люди, человечество. Я овца, вы овца. Валы это те, кого вот эти овцы приходят слушать. Да? Грубо говоря. Поставив свечку и не понимая, что там происходит. Аминь! Аминь! Вот что происходит, понимаете? Вы только аминь сказали, тем самым подписав контракт. Вот давайте возьмем, например, вот этот, первый попавшийся мне на глаза источник. Ой, что мы видим? Что прямо возле храма мафия, оказывается, есть, понимаете? Который там же, не отходя далеко от кассы, делит ваши души. Вот кому вот тот в очках, а кому вот та с приоткрытым ртом. Ну, а теперь приходим в шок. Что происходит в каждой церкви? В протестантской, в православной, в мусульманской, во всех церквях, дорогие мои. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, вынимая духом обольстителям и учением бесовским. Вы посмотрите, включите телевизор, да, на какую-нибудь там Пасха или что-то еще. Вы посмотрите на людей. Что происходит, вы просто посмотрите. Это люди стоят, как зомби. Кто-то что-то поет. И когда все закончилось, никто ничего не знает. В храм зашли, свечку купили, и дальше у вас начинается... Аминь! Где денег нет в церкви, там в себе и душа есть. А в таких церквях, где деньги нет, души. Ну, если быть точнее, она есть, но она в клетке. Практика общения с мертвыми запрещена писанием. Быстро становится общепринятой даже в современных церквях. Ну, так вот, выход из этой ситуации. И проповедана будет с ее Евангелие Царствия по всей Вселенной. Восвидетельство всем народам. И тогда придет конец. Евангелие от Иоанна. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Богом. Сегодня мы будем разбирать с вами эту чудесную книгу. И поверьте мне, что к концу нашего урока вы уже будете четко понимать, что эта книга не просто не старая, а новее всех новых. Я пришел сюда для того, чтобы пробудить в первую очередь 5-38+. Весть о спасении никогда ранее не была так широко распространяема, как сегодня. После Слово увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. Был человек. Человек был. Опять же повторюсь, важно заметить, что был человек. Да? Не Бог был, а человек был. Человек был. Не Бог. Но человек был посланный от Бога. Человек посланный от Бога. Человек был, но он был послан от Бога. Важно понять тут, важно очень. И имя этому человеку. Иоанн. Тот, кого мы изучаем. Для чего он пришел? Для чего его Бог послал? Он пришел для свидетельства. Чтобы свидетельствовать о свете. И сделаю лишь маленькое дополнение к тому, что я сказал. Потому что отец мне ответил на мой и также на кого-то из вас вопрос. То есть в начале своего фильма я говорю о том, что я знаю один плюс один. Я пойду в горы вместе с вами. И изучать я буду и с вами. Но отец мне открыл книгу Иоанна. Я говорю, я не знаю почему. А теперь вот мне ответ пришел. Ровно потому, так как кино мое называется. Во-первых, я бы сам до него не додумался. Дать моему кино название «Глаз выпивающего пустыни» я вам честно говорю, я бы никогда не догадался. Почему Иоанна? Потому что Иоанн пришел свидетельствовать о Боге. Да, который пришел после него. Был задолго до него, но пришел после него. А теперь проведите параллель. Между Иоанном и мной. Человек. Человек. Посланный от Бога. Посланный от Бога. Понимаете, да? Пришел Иоанн, чтобы свидетельствовать о свете. Самым светом не был. И я вам говорю, я не свет. Но я пришел свидетельствовать о свете. Я глаз выпивающего в пустыни. И пришел я свидетельствовать. Да, бы все. Все, 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 все. Уверовали через него. Через него, через Иоанна. Это великая сила, освящающая Божий народ Дух Святой. Со святым дерзновением они свидетельствуют о Боге, призывая церкви к реформации, а погибающих ко Христу. Они твердо стоят на стове Божьем, увещевая всех покаяться в своих грехах и следовать Божьим заповедям. Второе пришествие скоро. Царство близко. Все, ребят. Время сфокусироваться на Библии и на вашем собственном спасении. А не на работе, не на машинах, не на жвачках и шмотках. Ну так вот, продолжая эту тему, почему так важно покаяние и принятие Иисуса как собственного спасителя, пока вы не поймете ту невероятную жертву, которую Иисус принес на Голгофе, который умер за тебя лично, за тебя, за меня, за тебя, за нас, за всех. Он отдал свою кровь, чтобы мы, уже родившись с грехом, были без греха. Вот что он сделал. Понимаете? Теперь о том, что такое покаяние. Для тех, кто не знает, я скажу. То, что... О май гад. Я, если сейчас не остановлюсь курить, я умираю, буду сожжен навсегда, просто. А там мои родители и все дела, а я тут. Все. И больше никогда к этому не возвращаешься. Все. Какая последняя сигарета? С последней сигареты я ходил в кармане, и вот ее, недавно ее обнаружил и выкинул. Вот и все. Когда только понимаешь, сразу выкинул все. И начинаешь с этого момента говорить, отец, пожалуйста, пошли мне, Духа Святого, чтобы этот грех больше меня не трогал, чтобы сатана не имел ничего во мне, чтобы я... Помоги мне справиться с курением, помоги мне справиться с алкоголем, помоги мне справиться с наркотиками, и там, что у вас, да, у каждого из вас, да, грубо говоря. У кого нету финансов на какую-то клевую тачку или какие-то замечательные шмотки, они вам и не нужны. Поверьте мне, поверьте мне, просто услышьте меня, я понимаю, это сложно, поверите в это, да. Но опять же, поэтому кино и называется «Глаз вопиющего в пустыне», потому что тут уже кто услышит. Принять Иисуса Христа как своего, лично твоего спасителя, который умер за тебя, который отдал свою святую кровь, чтобы ты жил сейчас. Понимаете, после этого, вот покаялись во всех своих грехах, вспомнили, покаялись, сказали, отец, я все понял, поняла, там и все дела, да, и больше к ним не возвращается. И еще очень важно, запомните, что прийти к отцу никогда не поздно, что бы вы не сделали, но прийти к нему можно только через покаяние. Работа святого духа становится все более очевидной, усиливается и проявление оккультизма. Являясь многим, духи обольстители выдают себя за любимых умерших людей или за древних библейских святых. Телевизионные программы и фильмы стали чрезвычайно популярны, особенно среди молодежи. Послушайте меня внимательно. Я пришел сюда закончить время гадания. Все. Потому что Отец Небесный сказал, Дим, время пришло. Клич. И бежим в горы. В Библии это не сказано. Бегите в горы, как только Библию взяли. Две тысячи лет назад, да? Подумайте об этом, да? Именно поэтому сейчас, потому что он знал, что вот это вот будет из каждого чайника в наше поколение. Он-то знал, понимаете? Вдумайтесь в это. И я пришел сюда, я четко говорю, вот в камеру, да? Я говорю, что вам, гадалки, я не говорю, что тебе Библия капец, да? Я говорю, что вам, гадалки, гадатели, пришел трындец. Все. Сила пришла. И сейчас вас будет мочить. Понимаете? Чем я отклоняюсь от Библии, скажите мне? А те друзья, братья и сестры, которые считают, что я иду не по Библии. Я не против, чтобы вы меня проверяли. Открывайте Библию и проверяйте каждое мое слово, и вы не найдете ошибок, так что пастор этого не сделал. Когда я вам показал кино, звучит только первая фраза. Мам, привет. Я только что глаза открыл. Ты знаешь, что меня отец сказал? Вы услышите клич. Я голос в пустыне, мам. Я. Ну что, он мне говорит, а ты о себе немного возомнил? Я прям, я? Я вообще ничего о себе не возомнил? Это вот отец сказал. Начать кино с этой фразы. То, что я и сделал. Ну вдумайтесь, даже пастору, пастору, да, человек, который закончил специальное образование, который был поставлен на место пастора. Он же не вчера пришел от фонаря, да? Даже ему понадобилось два дня, чтобы найти то, что в Иоанне написано русскими словами, да? Пророк Иоанн ответил словами Иосаи. Я голосу пьющего в пустыне. Исправьте путь для Господа. Пастору, а теперь вдумайтесь, когда я говорю о молодничке, который Библию вообще не знает. Открыл глаз как будто. Я потом это не... Сам пришел, сам пришел. Сама пришел, сама пришла. Все, он просил, открыл. Не виновата. А ты сиди, дуйся и обижайся, и прокляйся потом за твою волю выбора. Особенно те, у кого родители неверующие. Вы будьте на таком чеку. Вдумайтесь, какой масштаб бедствия. И поэтому я вас очень прошу, вы меня проверяйте, перепроверяйте. В итоге вы убедитесь, что я пришел от нашего небесного отца. Почему отец мне открыл Библию вот таким образом? Почему? Пришел сюда в основном... Ну, я пришел сюда в возрасте 5-38, да? Грубо говоря. Но там-то плюс есть, да? Поэтому... А плюс это те, кто вместо Библии пошел в другие места. Плюс к тем. Потому что те, кто с Библией, ну же все, у меня они уже в горах сидят у своих. У нас в ровно та задача, чтобы кликнуть тех, кто отбился от стада. А теперь задумайтесь о тех детях, о той молодежи, которая Бога вообще не знает. Я им сейчас начинаю говорить про кувшины и баранов, овец и валов и голубей. Чем это может помочь им? Объясните мне. А вот я вам объясню ничем. Но когда я сговорю с ними на их языке, да? Сказав, что Бог ведет борьбу с дьяволом, злые духи ведут борьбу с хорошими, а люди разговаривают хорошие с плохими, да? И говорят им, что ребята, плохие вы наши, кто занимается не теми делами, ваше время все, оно закончилось. Я передаю информацию для тех, кому оно необходимо, да? Кому вот отец передал его. Все, я никому ничего не навязываю. Доказывать я ничего не собираюсь никому. Возьмите Библию и вот прям по слову пойдем, чтобы вы поняли, что я говорю по Библии, а ты не отклоняешься. Отец наш небесный открывает глаза тем, кто был слеп и закрывает тем, кто был чересчур зряч. Вот и все. У овечьих ворот в Иерусалиме есть купальня с пятью крытыми галереями. Так, что мы здесь видим? Купальня, больные, хромые, косые, все добрались, все грехи в одно место, грубо говоря, да? Ну и переносим быстренько на наш с вами язык. Сидит молодой человек или там молодая девушка или неважно, кто вообще сидит человек. Хурит, пьет, насилует и так далее. Там грехов. И вот он уже вот такой весь, весь. А Иисус знает, что он давно болеет. Ну понятно, да? Что Иисус знает, что он уже давно весь в грехах погряз. Так, что капец просто не вытащить. А он еще сидит и говорит, что его никто не тащит. Ему это, Библию никто не подаст. И тут как раз таки о том, что вам никто не подаст. И всегда будут те, кто опережают вас и быстрее там прыгают в этот бассейн бурлящий. Но дело-то не в том. Дело в том, что вы и сами так и продолжаете сидеть на диване, смотреть вот эти вот ток-шоу и... Понимаете, да? Вот и все. О чем он хочет сказать? Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. За каждым из нас стоит темный или светлый ангел, так? И если мы, светлые, боремся против темных, то никакая шпага, никакой кинжал духа убить не может. Янгелисты, верующие, те, кто верят в Бога, я к вам сейчас обращаюсь. Время объединяться. Время. Сейчас уже. То есть это был сигнал, ракета это сигнал того, что война началась между ангелами и бесами. Понимаете? Вот этот вот эпизод, который вы увидите дальше, да, он был записан в Нью-Йорке в конце января. Чтобы понимать, что происходит, чтобы мне было проще объяснить вам, чтобы сократить время, которого у меня нет. Я в данный момент нахожусь посередине поля. Серый закат, уже не красное солнце. Я голый. И я вижу армию, которая несется на меня, чтобы просто разорвать. Оторвать мне бушку. Чтобы меня уничтожить, чтобы меня не было. Но я этого не дам сделать. Я звезда. Я. У которой украли доспехи. Его. И вот когда я их верну, вы увидите, что станет с той армией. А я их верну. Пока. Он как раз о том, что армия – это демоны. Голый я был. Потому что я не знал ни одной молитвы в то время. Ни одной. Я Библию не знал. Вообще. И там я заявляю, что верну я свои доспехи. Понимаете, да? Я подготовлюсь. Но записывая это, я еще не понимал, а какой вообще я буду сражаться в поле. Понимаете, я в России один, мне никто не верит. И буду я сражаться сейчас один. Друзья мои. Друзья мои, те, кто услышал, пожалуйста, помолите за меня. Помолите за наше спасение. Во имя нашего Господа Бога Иисуса Христа. Как голоса пьющего в пустыне. Клич я вам дал. Пожалуйста. Услышьте его. Самое время светить. Теперь, исходя из этого, мы смотрим на войну, как, грубо говоря, для тех, кто ток-шоу смотрит просто целыми днями и Библию не знает. Для них это война. А для тех, кто читает Библию, они прекрасно понимают, да, что это война между ангелами и бесами. То есть Россия выпустила ракету неостановимую, которую нельзя остановить, да? Ее нельзя остановить. Вы просто будете готовы к тому, что бежать в горы уже нужно выходить. Я вам это официально заявляю. Я вам официально говорю, что в горы уже выходить сейчас. Бросать все и сидим, молимся. Потому что новости это сигнал для этих товарищей, что все, в Раше появляется свет, который надо мочить. После всего увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. Что Библия имеет в виду, когда она говорит, что был человек посланный от Бога? Это я, это вы, евангелисты, это вы их все, все мы, все мы, кто несет весть Божию. И как голос вопиющий в пустыне, я пытаюсь докричаться до вас, до всех, чтобы мы все вместе в едином порыве стали в помощь нашему ангелу-защитнику. В борьбе против темной силы. Побежали в горы прямо сейчас, друзья мои, молимся, молимся за нашу победу, во славу нашего небесного Отца и все у нас будет прекрасно. Молитесь, пожалуйста, молитесь за защиту себя, нашей Родины. Да пребудет с нами Отец Небесный, со всем его войском и воинством, со всеми его колесницами. И не тронет нас ни одна чернота. И мы одержим победу, вы это знаете. Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Я, то есть, к этому сразу был готов, что может быть и никто ее не услышит. То есть название фильма, оно говорит само себя. Фильм не был назван «Глаз выпиющего в кафе» или «Глаз выпиющего в метро». Да? Он был назван «Глаз выпиющего в пустыне». Если вы меня не слышите, а тем более те, кто понятия не имеет, что такое Библия, но вы уже даете мне какие-то советы, они мне не нужны. Почему? Я вам объясню. Так как я один в данный момент, то есть соратников у меня со мной нет. Есть только люди, которые слушают и которые учат и пытаются услышать, что я говорю. Но так как я говорю один, времени на доказывание чего-то кому-то у меня просто нет. И у вас его нет. Но если вы не понимаете, о чем я говорю, вам все равно. То есть поэтому мне нужно время свое потратить на тех, кто слышит, кто хочет, как минимум хочет слышать. Кому как минимум интересно. Ничего личного в этом нет. У меня просто нет времени на то, чтобы доказывать вам то, что я уже объясняю в своих видео, которые вы так и не соизвольны посмотреть. Если я дурак, объясните мне факты вот этого света. И опять же, чтобы сократить ваше драгоценное время, я поясню, хотя я это уже сделал в фильмах предыдущих, я поясню, что в этом свете Отец Небесный показал мне лица, вот вы сейчас можете видеть, да, лица тех людей, кто был причастен к злодеянию неугодному Богу. Но только Отец мне показал их четко, так как я знал этих людей, потому что они втесались в мое доверие. Но даже если вы их конкретно не видите четко, как минимум вы видите образы каких-то лиц. И дабы отмести все попытки кому-то сказать, что тут каких-то демонов мне накидали. Да, поверьте, и такое мнение от одного человека я услышал. Вы прекрасно видите, что я сплю. Никаким оккультизмом я не занимаюсь. А также те версии, что это свет со стоянки каких-то машин или каких-то чокнутых людей, светящих мне фонариком с 6 до 9 утра. Это я уже все 150 раз, ставив опыт, доказал, что свет надо мной в то время, когда я сплю. И та версия, что это компьютерная графика, эта версия тоже убита. И потом, друзья мои, не забывайте, мне уже давно не 15 лет. Еще подробнее о том, что случилось, в какой причине отец стал разговаривать со мной. И больше узнать о том, чем занимаются менялы. Которые, поверьте мне, сидят в каждой церкви, читают с вами молитвы, мило улыбаются вам в глаза, и не моргнув, делают свое дело. И даже произносят речи для прихожан. Это те, с кем я пришел сюда бороться в данный момент. Пожалуйста, смотрите на моем канале притча о слепом. Вот этого света. Второе. Объясните мне, пожалуйста, мою вот эту вот неделю назад начавшегося видение Библии под таким углом, под которым больше никто, никто на планете не видит. Ну, поройте, поройте в Ютьюбе и так далее. Попытайтесь найти, найдете, вышлите мне. Я вас очень прошу, вышлите мне, смотреть на того человека, услышать, что он там говорит. Но под таким углом видения Библии вы не найдете никого. Да? То есть, говорю я какие-то недурацкие вещи совсем, да? Если вы посмотрите то, о чем я говорю. Да? Не просто так вот. Сейчас, глянув это видео, и начнете мне писать, что я дурак опять, да? То есть, это мы уже прошли. Это два. И третье. Это если вы на самом деле считаете, что толкование, изучение Библии в наше последнее время, да, которого не осталось. Это какое-то просто сумасшествие на ваш взгляд. То отпишитесь от моего канала, с вами конкретно мне говорить не о чем. Это я к вам со всей душой, по-человечески, не тратьте на меня ваше драгоценное время. Доказывать кому-то что-то мне не надо здесь. Я не за этим сюда пришел. Я пришел рассказать тем, кто хочет слышать и слышит, рассказать о Библии. Да, вот этим я и занимаюсь. Все. Я не гадаю будущего, не предсказываю. Я не Бог, не Илья. Я посланник от Бога. Был человек. Человек был. Человек посланный от Бога. Человек был, но он был послан от Бога. Важно понять тут, важно очень. Который пришел вам рассказать, крикнуть в пустыне. Если даже это будет пара песчинок, которые меня услышали, все, это уже победа. Вот и все. Поэтому, если вы не слышите, продолжайте играть в карты, ходить в рестораны и пить пиво. Курите сигареты. Это ваш личный выбор. Но говорите мне... Прежде чем говорить, что я больной и так далее, ответьте мне. Еще раз повторяю. Что вот это за свет? Найдите мне хоть еще одного человека, нормального человека. Хотя бы какого-то человека, который будет толковать Библию под таким же углом, как и я. И третье. Скажите. То есть вы считаете, что толкование и изучение Библии – это сумасшествие, да? То есть если вы мне ответите на «это», мы с вами можем продолжать разговор. Поразителен тот факт, что апостол Иоанн предсказал, что еще одним знамением последнего времени станет способность человека разрушить планету. В книге Откровения 11.18 он говорит о том, что наступит время, когда Бог уничтожит тех, кто разрушает землю. Очевидно, что данное пророчество уже исполняется. Те люди, которые сейчас наверняка сидят и знают, да я знаю, что такое Бог. Поверьте мне, к концу этого первого урока, где будет семь тем, я вас уверяю, вы осознаете то, что вы не знали ни Бога, ни Библию. Говорит он с вами, я прекрасно это знаю. И я говорю сейчас не об этом. Помните, Священное Писание говорит, вы меня едите, но вы меня не знаете. А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего времени. Многие прочитают ее и умножится ведение. Библейский пророк Даниил ясно предсказал, что непосредственно перед концом мир будет свидетелем драматического умножения знаний. Однако еще более точное толкование данного стиха заключается в том, что умножится знание пророческой книги Даниила. Сбылось и это предсказание.